Всем привет! Знаете, что я сейчас собираюсь сделать? Одной рукой Дашу прыгать? Всем привет ещё раз! Короче, доказательство вживую того, что когда у тебя есть ребёнок, всё, что ты планируешь, никогда не сбывается. Я хотела по-другому начать это видео, хотела показать на солнце мои волосы, как они выглядят, потому что я их собираюсь сейчас покрасить, но не сейчас, наверное, когда Дашка приснётся, я купила себе новую краску, то есть новую. У меня в этом плане вообще опыт небольшой, я красила их всего однажды, наверное, ну где-то два с половиной года назад в салоне, и это было вообще так классно, они блестели, ну как Дашины волосы, они на свете прямо блестят, там золотистый такой, там какой-то коричневый, там вот этот перелив, переход, ну очень красиво. Вот у меня было примерно, ну у меня было то же самое, только темнее, у неё светлые сейчас волосы, такие как у меня, а у меня были тёмные такие. И когда я монтировала видео, вот это про её, ну типа как развитие, два с половиной года я исполнилась, там я поставила для сравнения фотографию в полгода её, и у меня там как раз ещё были такие тёмные волосы, и мне снова так захотелось. Мы сегодня были в магазине, и я купила себе вот такую вот краску от L'Oreal. Кстати, вот это первый раз я красила в салоне, а второй раз потом, естественно, они быстро отрастают, вот, и через там, я не знаю, шесть недель максимум я уже, минимум я заметила, что всё, это уже крайняк, уже пора снова красить. Опять кусочки шоколада на кровати, на диване. И, короче, Джеймс мне покрасил. Я купила тогда от Garnier, мы посмотрели, это было в тон в ту, ну как, оно очень подходило к тому, что у меня было, потому что там была какая-то итальянская краска специальная там такое, а это от Garnier, и это было ужасно, просто ужасно, буквально после второго же мытья головы никакого блеска, никакого там гланца, ну ничего вообще, ужасно было, я всё время говорила, у меня не волосы, а половая тряпка на голове, потому что, ну вот реально, вот такое вот у меня было ощущение. Потом они, конечно же, вот отросли, это уже два с половиной года прошло. Но, честно говоря, я смотрю, я уже вообще не вижу разницы, где крашеные, где не крашеные. Вообще не видно. Раньше ещё был заметен хорошо вот этот тёмный переход, потому что мои светлее были. Сейчас вообще ничего не видно. Короче, я купила эту краску. Она была самая дорогая в магазине, я надеюсь, она будет самая такая лучшая, что можно сделать в домашних условиях. Тут, короче, так, тут вот такие вот штукенцы, я насколько понимаю, вот это вот соединяется с этим. Это Джеймс всё этим будет заниматься, потому что я даже не читала инструкцию. Потом что-то моется там спустя несколько недель, типа чтобы этот гланц не пропадал. В общем, сейчас проснётся Дашка, будем этим заниматься. Ой, судя по всему, у меня должно получиться вот это самое тёмное, вот такая вот, ну, самый тёмный вот такой оттенок, потому что волосы у меня типа вот такие, в этой вот полоске самые такие тёмные. Надеюсь, будет тёмное. Я помню тогда, когда вот я их в первый раз покрасила, их расчёсывать вообще было легко. Они прям такие расчёска и провела всё, не путаются ничего, потому что сами по себе они у меня тонкие. Я их постоянно мажу маслом, от этого, естественно, у тебя корни жирнятся на следующий день. И, в общем, голову приходится мыть в лучшем случае через день, потому что больше реально, потом стыдно на люди показаться. Вот, надеюсь, что покрашу и будет лучше немножко. Ну, хотя, хотя у меня нету как бы особой такой... Я вот сейчас смотрю, уже вижу второй узел, который образовался у меня в волосах. Вот спрашивается, как, каким таким мастерством они обладают? Сами завязываются в узел, вот зачем? Так, сейчас, пока Дашка спит, я буду вязать. У меня вот тут, кстати, вот моё ведро. Не ведро, а... Это вот у Шато. Я довязала один вот этот носок. Он получился очень классный. Я тут старалась... Ну, солнце, я сейчас покажу, не знаю, будет лучше видно, чем в тени. Я тут старалась, прям работала над плотностью, натягивала нитку, не торопилась, вязала. И да, реально заметен результат. Я это всё довязывала на моих вот этих спицах, на носочных. И тут уже в конце, потому что надо дошить. То есть, шить я их перенесла на эти. Вот он уже, наверное, три дня так лежит. И всё, и ждёт. Этот носок я тоже потихоньку так подвязываю. Так, где моя третья спица? Потихонечку так, особо как бы не тороплюсь, и вот и всё. И мой самый основной проект, это будет вот эта вот наволочка пасхальная. Короче, я вот уже связала три яйца. Выяснила кое-какие особенности. Я буду снимать мастер-класс и делиться там своим опытом. В общем, всё это расскажу там. Начала вязать зайца. Связала, ну, хвостик я ему вывязала. Короче, вот такой где-то кусочек. Приложила, заметила, что он короче. Несмотря на то, что я там свои расчёты делаю, он короче, чем надо. Короче, всё распустила. Сейчас буду перевязывать. И ещё я сегодня получила вот такие вот спицы на 3,5. Не знаю, думаю, может быть, начать Дашке что-то вязать из вот этого хлопка, который у меня есть. Но в первую очередь хочу закончить это, потому что у меня тут стоит миска. Это с пряжей. И я хочу убрать и разобрать стол. Сделать тут порядок более-менее. Так что сейчас буду вязать зайку. Смотрите, что у меня получается. Дашка спала почти 2 часа. В общем, это работа примерно вот этого времени. Получается такой зайчик в стиле тильда. То есть он вытянутый такой, да. Мне очень нравятся куклы и вообще эти игрушки. Честно говоря, он планировался по-другому. Он должен был быть пошире. Но, естественно, что когда у тебя такое узкое полотно, то пошире не получится. На рисунке он... Я ее только часть показывала, потому что у меня другая часть закаляканная. На рисунке он вот такой вот. Но, естественно, это я нашла картинку просто для вязания спицами. И тут, естественно, все оно по-другому. Тут как бы на один ряд одно какое-то движение. А у меня, получается, каждый ряд провязывается дважды. И, в общем, вот такое вот получается. В принципе, мне нравится. Я схемку по ходу работы... Сейчас, Досюнечка. Схемку по ходу работы изменяю. И куда мы идем? Куда? Та-да-да. Ну, покажи мне вот что тут. Вот мне просто интересно. С самого утра Даша забрала одну пачку мокрых салфеток. И переложила ее. Вот это нормально, скажи мне? Да-да-да. Да? Идем? Да. Идем. Сколько цветочков. Папа, да-да-да-да-да. Да, Даша папа цветочек подарил, да? Такой красивый. Идем дальше? Все, пока цветочки. Кто подарил Даше цветочек? Папа-папа. Угу, понятно. Это значит, папочка любимый, да? Папа-папа. Ого. Так, дадай. Деревья тут, конечно, высоченные вообще. Очень высокие. Даша пошла на поиски. Что ж ты ищешь там, Лель? Ягодки ищешь? Тут пока еще ягодки не созрели. Птички поют так красиво. Слышишь? Чиф-чиф-чиф-чиф. Чиф-чиф-чиф. Да, это птички так поют. Да-да. Да. И тут вроде как лес, но с тропинкой для людей и много скворечников. Домиков для птичек. Каркар. Ты Каркар увидела там? Ммм. Нет, не улетела? Да. Там. Да. Все, я вижу, какая-то птичка там летала. Даша решила, что это Каркар. Догнать папу надо. Догнать надо папу. Скорее. Ой, а цветочек. Ой-ой-ой. Даша ищет самолет. О, как раз над нами прилетает. Да, я вижу, вижу, да. Прямо над нами прилетает, да? Так всегда смешно. Когда она еще не видит вообще, что где, она уже... Да-да-да-да-да, руку к лицу приставляет. Да, да, там самолет летел. Да, теперь папа, обрати на это внимание. Да-да-да-да. Да. Ой, Дашка, ты смешная. Ты смешная такая. Ой, на солнце в Пальзо вообще жарко. Вообще жарко очень. Бабочка, смотри. Бабочка летает, видишь? Бабочка, вот смотри. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Все, да, все, правильно. Как красиво уже все цветет. Вот у нас в селе есть сад. За селом сад какой-то. Наверное, черешневый, вишневый. Он просто весь белый. Такой красивый. Да. О, давай вот так ходить тоже. Давай, Дашулька, ты давай вот тут ходи, смотри. Так, теперь препятствия. Теперь нету, теперь есть. Так, ты че мухлюешь? На каждую наступай. Нет, я буду делать гумпи. Ком. Окей, он делает гумпи. Так, теперь папа на верх. Так, и теперь гумпи. Нет, нет, так. О, нет, мы байдем байдем. Прыгай, Дашулька. Вот это, я понимаю, гулять по лесу. Прям по лесу. Прям по тропинкам, да, таким? Маленькие елочки. Да. Ух ты, ух ты, что тут произошло? Дерево упало, да? Но мы обойдем вот так. Да, вот так обойдем его. Вот с этой палкой пойдешь? Ты прям как папа хочешь все время, да? Тогда давай за папочку. Мосхольцвек. Вот эта дорога, по которой мы идем, называется дорога мох на дереве. Мох на бревне. Побегать с горки, это вообще, это самое любимое. Да, папа, догоняй. Ой, смотри, тут водичка, Даша. Смотри, тут водичка, тут ручеек был. А теперь осталось только чуть-чуть водички. Ой. Я искала. Да, вода тут осталась немножко, да? Да, белочкам, птичкам. Да, пить нельзя, но смотреть можно. И камни тоже нельзя туда кидать. Это должна быть северная сторона, потому что тут полно мха просто. А вот это, судя по всему, южная сторона. Даша, ты на северной стороне. Тебе холодно? А тут просто, ну, усыпано желудями и шишками. Я помню, когда я вязала шишки на Новый год. Искала у нас в селе шишки, не могла найти. А тут их навалом. Да, Даша, я вижу. Да, папа ведет Дашу по бруси. Ой, 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 кто тут ведет? Кто, кто, кто? Холодная вода. Да, полиция. Да, полиция. Или скорая? Скорая. Все, идем в машину? Долго и мучительно. Но зато сама Даша всю дорогу тащила свой рюкзак. И мы уже вон почти пришли к одному замку в соседнем селе. Не к замку, к круину. Мы шли в горку. Поднялись вот так высоко. Там вот видно. Внизу дорогу мы почти с самого низа поднимались. И я уже все. Что-то увидела необычное? Вот все, мы добрались. Мы тут уже, конечно, частенько бывали, потому что это ближе всего к нам находится. Но вот с этой стороны впервые поднимались к ней. О, сколько камней, да? И не надо их ходить мучительно собирать. Беги сама, давай, беги сама к папе. Внизу места, где можно делать гриль. Вот мы вот так высоко находимся. Да, вот этот пакетик. Все, папа не проголодается. Да, это для Дасюльки. Давай, садись. Сочи, Сандук. Да, они там костер делают, да? Филу, мама. 1516 год. Неожиданность его кунек. Да, собачка там, собачка, да. Тут все время... Что? Что, Даша, ты почувствовала? Тут все время звук такой жужжащий пчелки. Это вверху дрон. Не знаю, если он виден в камеру. Маленький, черненький. Высоко, но шума делает очень много. Ты с провиантом. Вот там, кстати, кухня, Даша. Там кухня. Тут, Вадик, еще, да? О, да. О, да. Ты глянула и сразу поняла. Идет, Вадик, садись в Смальву. Как кухня, функцию выполняла кухню и лечебница, больница. И все на каких-то там, не знаю, сорока квадратных метрах. Да. Вот это были колодцы. Один тут, другой вот там, возле коляски. И удивительно, потому что мы так высоко. А вода, вот, не знаю, но метра может быть три. Я ее вижу, то есть прям совсем недалеко. Ням-ням. Да, тебе лишь бы ням-ням. Да. Короче, нам сейчас по винтовой лестнице наверх. Давай, Дашик. О, тут прохладненько. Еще ступеньки. Все. Да, все. Видел там собачку? Нет? Я знаю, что наше село вот за этим холмом. Сразу следующее. Знаете, как это называется? Даша наслаждается видом с высоты 559 метров. Ку-ку-ку. Ты не хочешь бегать, вот как там малыш бегает? Можно так классно побегать. Ты мне в рот влезаешь своей головой, Даша. как раз вот там, где мы только что сидели на лавочке. Мама. Вот там вот. Да, там ступенечки туда люди ходят, да? Говорю, там ступенечки туда люди ходят. Ой, Даша, у тебя на лбу такие слепят мои помады? Дай сюда. Нет и нет. Да, дады. Да, дома там, да? Машины. Ей надо достать свой боксик с едой. И все остальное ее вообще не интересует. Яком эфирауха. Мы тут нашли такие цветочки. Это земляника цветет. Не рвели, а это будет потом птичкам кушкать. И тут фиалочки, прям настоящие лесные фиалки и земляника белыми цветочками. Ты нюхаешь? Да. Да-да, мы уже домой идем, прям вот по лесу. Даша, ты куда? Нам в другую сторону. Вот она шла, вот от меня что-то там увидела, нашла и вернулась. Что там? Покажи. Что это? Желудь? Покажи-ка. Ну да, такое только тут найдешь. Согласна. Ради этого стоило возвращаться 10 шагов назад. Такая вот тростиночка у нашего папы на все случаи жизни для всей семьи. Новый метод помогания ребенку спуститься. всем привет. Сегодня у нас уже новый день, как вы догадались. И, короче, в общем, я довязала зайку до определенного места, которое я хочу показать в мастер-классе, как перетягивать нитку, если надо, два раза одного и того же цвета. Потом у меня остается совсем мало белой, и я увидела, что мне ее не хватит на все яйца, поэтому я взяла другую белую. Она в сравнении с этой, кажется, такой, ну, как бы молочной, да, вообще она по текстуре такая пушистенькая, я думаю, что надо было бы ее взять вообще в самом начале, но не додумалась ее до этого, потому что хотела все одного сорта, а сейчас вижу, что два разных сорта было бы лучше. Вот, еще я начала вязать вчера я хотела Дашке свитерок, да, я еще давно говорила, хотела вот такой свитерок просто лицевой гладью, там, да, такое что-то простое, свитер, который переходит в платье, вот, это не платье, не свитер, а такое как бы платье-свитер, свитер-платье, в общем, я начала вязать это спицы три с половиной, как раз те, которые мне только что пришли, и по составу это 50% хлопок, 50% акрил, спереди вообще мне нравится, как получается на этих спицах, оно такое мягкое, вот, крючком из этого, из этой нитки получается более такой грубый материал, тут мягкое, но сзади это просто катастрофа, я никак не могу научиться делать ровные ряды, сейчас я переключу на макросъемку, может, вот так вот лучше будет видно, но, в общем, у меня типичная проблема, вот, когда вяжешь по лицевой как-то ряды одной длины, когда вяжешь по изнаночной ряды длиннее получаются, и я вообще просто уже как не натягиваю нитку, короче, над этим надо работать и работать, вот как раз будет такой проект, где можно будет немножко поработать над натяжением, над вот этой вот, ну вот над этим всем, я подумала просто вязать лицевой гладью, потому что она вот такая, ну, меланжевая, да, и я думаю никакой узор, хотя не знаю, я еще сомневаюсь, мне бы, конечно, хотелось попереду какой-то такой ненавязчивый узорчик пустить, чтобы не было просто слишком простым, вы бы вот что посоветовали, потому что я уверена у моих зрителей больше опыта в плане вязания спицами, чем у меня, и может кто-то подкинет идейку, я вообще хотела по аналогии, как у нее есть серый, ну, это была одна, вторая моя идея, у нее есть такой серый типа тоже платье, платье-свитер, и там такие типа как ромбики, и в ромбиках лицо-изнанка, ну, вот этот рис, да, узор, я думала такое, ну, не знаю, будет ли хорошо вот с такими цветовыми переходами, вот, на этом я с вами прощаюсь, увидимся уже в следующих видео, пока-пока, пока.